И всем привет ребята, вот и наша новая серия по Митроэль, и сегодня у нас с вами развитие от топовой оружейки до фул 6, но той оружейки, которую мы еще ни разу не открывали, а именно на боссе с дробашом, там лежит на балкончике оружейка, вот ее открываем, смотрим что оттуда дропается и с этими рессами поднимаемся дальше. Так что как обычно, всем приятного просмотра, приятного аппетита, тем кто кушает, ну и конечно же не забывайте про подписку на канал, ведь нас каждым днем все больше и больше и цифра в 500 тысяч на канале, я надеюсь у нас будет до первого дня лета, а и также бонусом про телеграм тоже, поэтому QR кодик на экране, а ссылочка в описании, залетайте и подписывайтесь, ну а мы начинаем, погнали. Новый сезон Митро в самом разгаре, но катки совсем не идут и ты уже устал сливать вещи одно за одной, теперь это больше не проблема, ведь сайт фанпэй подготовил для тебя огромный ассортимент различных оружий и всех видов брони, и самое главное по максимально низким ценам, так что тебе больше не придется переплачивать, покупая эти же вещи в различных метрошопах, да еще и с огроменными наценками. А еще тут созданы все условия для максимально простой и безопасной покупки, а если ты все еще сомневаешься, то вот тебе мой личный небольшой список покупок, и как видишь тут даже не самые маленькие суммы сделок, так что скорее залетай и вооружайся, ссылочка как обычно в описании, ну а мы продолжаем. Что-то мне подсказывает, что я прям очень вовремя туда решил пойти, блин прям перед нами замес, так что хочешь не хочешь, а мы походу в него попадаем. И по-моему где-то вот с левой стороны должен быть, да вот он, а его шот нали, фига, три трупа, четыре трупа, чего, четыре трупа и приток у всех бомжек забрал, так, разрыва, окей, погнали смотреть, монетка, разрыва, и голова шестая. Ну, в принципе неплохо, только вон еще один бежит, что он делает, он походу не палит даже, не, ну это уже по-любому шестерка, окей, тоже сбегаем, золотаем, хотя все равно интереснее больше то, что выпало с ружейки, точнее выпадет. Ну вот, вот это уже по-нашему, это уже красненький, и еще и полным комплектом. Вот просто, будь это развитие, если бы мы поднимались уже от какой-то пушки, которая нам выпадет. Скорее всего, такого лута у нас бы не было. А тут просто мы до ящика не дошли, у нас три шестые шмотки. Ну и разрывы, тысяча. Фиолетовый, ой, фиолетовый, розовый. Ну тут, как обычно, сколько раз ты его не убиваешь, с него одно и то же падает. Так, как бы залезть сюда. О, вот она. Вот честно, по-моему, только пару раз я эту ружейку открывал всего лишь, и то на трансляциях. Так. Ладно. Ладно. Поднимемся по-новой. Окей. Не, ну это тупо. Офига, он свалился вообще отсюда. Перелез. Все. Все, мы не падаем. Так, давай. Парады. Прикиньте, топовая пушка выпадет. Я просто в шоке буду. СЛР улучшенная. Окей. Это мы за борт. Ну, прям такое себе, я бы сказал. Погнать-ка, выходу получается. У нас есть СЛР улучшенная. И два каких-то компонента общей стоимости плюс-минус на 10 тысяч. Так что, выходим в лобби, смотрим и, видимо, стартуем дальше. Так. Что по-это обоимеем? СЛР-очка. 75 тысяч. И два обвесика на броню. На общую стоимость 10 тысяч 80. Блин, это очень мало. Я не знаю, сейчас будем как-то выкутываться из этого. Сразу лотерейные. Тут покупаем. По-моему, еще 2 тысячи упало только что. А, даже 4. Так, 14 тысяч. Окей. Тогда надо коллиматор. И к этому коллиматору магазин. Даже зеленый. И все. И у нас остается плюс-минус тысяч 6-7. На эти 6-7 тысяч возьмем зеленых патронов. Чисто технически. Если мы как-то попадем по таймингу. Или звезды на небе сойдутся. Мы можем отбить босса. Отобьем босса. Порманем денег. На третью карту и полетели. Но, блин. СЛР-ка, наверное, это одна из тех пушек. Которую я вот не рад был увидеть с этого ящика. Наверное, выпаде какая-нибудь, я не знаю. Гроза синяя. Я бы больше обрадовался. Правда. Но, что есть, то есть. Хотя бы она улучшенная. Хотя, блин, не знаю. У меня даже тап из СЛР-ок не получается. Хотя, по сути, одно и то же. Так, погнали-ка. Сначала шарики заберем. Надеюсь, нас никто в спину не сольет. Плюс еще и огромная отдача. Просто огромная. Не, я не знаю, как мы будем подниматься в этом бою. О! А вот это годно. А вот это сразу сейф. Привет. Монеточка. Блин, а я успею пробежать? Я понятия не имею. Батарея. Кстати, все, я вижу типа. Не знаю. Пусть сидит. Все, мы только что. Только что пушку намутили. Новую. А нифига, это еще и не бомб. А не, все же, это бомб, что, короче, пофигу. Все, продаем СЛР. Покупаем нормальную пушку. Так, сразу, сколько денег? Двести шестьдесят семь тысяч. Ну, это просто судьба. Я думаю, надо какой-нибудь пулемет покупать. А-ля МГшечка. А еще лучше посмотреть, что дропнется по скидке. Может быть, тут что-нибудь прихватим. Кстати, пулек. Сразу. Ну-ка, а сколько он стоит улучшенный? Триста семьдесят. Блин, а может быть, тогда отсюда с магазика дернуть? Хотя, пофигу, что еще есть? Ничего. Тоже ничего. И, в принципе, тоже ничего. Я понял. Походу, надо было тот пулемет покупать. Поэтому берем РП. Пулемет. Приобрести. Все. Проблема решена. А на оставшиеся деньги можно спокойно делать вот так. Так что у нас и пушечка плюс-минус более-менее адекватная. И затарчик очень даже хороший. Поэтому, при спокойно, погнали подниматься дальше. Чего? Где мы появились? Какого фига мы за боссом? Блин, я все, конечно, понимаю, но... А нельзя было меня на территории заспавнить, не? Я просто пока отсюда добегу, а входы на босса липс. Слева, липс, права. У нас босса не будет. И до этих двух я тоже не успеваю. Короче, понятно. Такая себе. Вроде респа хорошая. А толк вот этой респы хороший. Вообще ноль. И погнали прям прямиком через главные ворота. Как-то я не особо и слышу, чтобы босса забирали. То есть хотите сказать, что каким-то чудом типа на боссе не было? И это весь босс мой? Не, если так, это просто подарок судьбы 100%. Как минимум, оденься мы в третьей шмотке. Какую-нибудь пушку улучшенную и все, и стоимость есть. Еще бы пушку улучшалась. Идеально. Просто с последнего попадания. А вот и сразу люди, поэтому сначала лутаемся. А потом все остальное. Не успел. Интересно. А что дальше? Это просто по-любому какая-то шестерка. А я фулл троечка. А вот еще один типочек. Эй. Ты куда? Мужик. Чего? А вы теперь не хотите... О, замес. Погнали ты к ним. Все. Вот это другое дело. Так, чего тут у нас? Только синие патроны и все. Ну, маловато. Чувствует сомнение, проходим мы по стоимости. Так что... Надо к оружейку залутать. Вот надо улучшенную пушку. Все, тогда пройдем. А у нас еще гости, я понял. Поход мы все. А может и не все. И еще патронов. Так, надо начнем тогда с этой оружейки. Вдруг тут что-то дробнется. Не. Все пусто. Опять пусто. Не, все. Мы сто процентов идем до второго босса. А, не. Мы никуда не идем. У нас еще типы. Через низ пошел. Странный тип. Но, ладненько. Немножко компонентов притащил. Кстати, тем временем мы уже почти забили сейф. Вот. Максимально жалко, что это не седьмая карта. Просто сколько? Четыре шестерки только что минус анули. Ну, чисто технически три с половиной. Но, все равно. По итогу-то залутали четыре шестерки. И на седьмой карте, скорее всего, хотя бы с одной из них что-то дропнулось бы. Но, а ну уж. Успеем еще на седьмую карту. Так. Что у нас получается? 142 тысячи. Окей. Если мы все содержимое свое добро продадим, к примеру. И, например, на эти деньги какой-нибудь дорогой обвесик в броню кинем. Мы же проходим по стоимости. Сколько там? 100 тысяч? А нам надо 10. Тогда даже улучшенного хватит. И, те, ай, но. Все, полетели. Чисто пересобираем задарчик себе. У нас как раз сдача осталась. И помчали. Третья карта. Надеюсь, отсюда выйдем. Уже более-менее одетыми. Поехали. О, бежит. Правда, как-то долго бежит. Но бежит. И причем ему, походу, на нас вообще пофигу. Даже не посмотрел в мою сторону. Это что, четверка? Пятерка? Это вообще, бомжик. Прикиньте, МК дропнится. Это будет лучший бомж за эту серию. А, угу. Лучший бомж за эту серию. Горсточка начищенных патронов. Это, я так понимаю, он уже сидит и нас ждет, да? Прикиньте, взорву. Прикиньте, не взорвал. Еще один. Шестерка? Что ты сделал? Что это было? Просто. Зачем он отвлекся туда? Он еще и красный. Окей, что ты? Привет, шестая голова, Сталик. Так, надо босс отчехнуть. Воу-воу-воу-воу-воу. У нас вообще еще и босс живой. Я понял. Сейчас босса убивать будем. Так, у тебя чего? И еще разрывы. Он издевается? Короче, пошел он. Так, его заберем. Второй дым накинул. Так, ты что так жестко пробиваешь? А мне сейчас не одному показалось, что у босса за спиной МКХ. А нас просто так же спина забирают. Классика. Так, что по стоимости? А, брони нету. Ну, такое. Типа, у нас нету пропуска на седьмую карту. Опять идем на третью. А что так первые тормозят? А, нифига, это пятерка на этот раз. А вот это интересно. А вот это нам надо. Пожалуйста, пятый сталик. Это лучшее, что выпасть может. Ну, не, он фиолетовый. Выпадет мне пятый сталик. О, на голову, которая у тебя уже есть. О, пачки. А куда это? А снайпер же просто так не будет сюда зажимать, да? Ботиночек. Окей, а где типачек? То есть, он прям вот в уголочке сверху. Я могу его взорвать хаешкой. Прикиньте, реально. Что? Где он там может находиться, что он от хае не взорвался? Чего? А вот сейчас не понял. Но он точно там сидит. Чего? Откуда это? Я... А, вон оно. Тогда другой вопрос. Как это чудо все это время не взрывалось от моих хаешек? Идеально попал. Просто. А вот это чудо нас сейчас заберет. И что нам с ним делать? С этим любителем подствольничков. Все? Успокоился? Ну, вряд ли нам что-то хорошее с него выбить. Ну вот. 28 гранат на подстволках. Короче, погнали ка босика пока заберем. Все в дымах. Просто. Пизде накидал. Опять сваливаем. Никуда не сваливаем. Идем на босса обратно. Чего там шестерка пришла? Так, босс, давай. Надо срочно тебя забрать. Улучшная. Это МК улучшная. Так. Что делаем? Как минимум у нас теперь хватает стоимости. Есть МК, но тип сзади и тип на вышке. На вышке сидит. И кинуть нечего. Ну? Ну терность ты. Какой-то он. Не знаю. Пассивный. Который грел хе. Он что, ниже спустился? Может подзабить на него пока пойти второго типа забрать? Который где-то сзади тут что-то делал? Ну, спасибо батам. Скорее всего видит. Вон еще один типочек. Который причем. Не, батам просто отдельное спасибо. Они любят испортить момент. И куда мы? А, это что за трупик? А, у нас бот красный был. Давай просто успей. Все. Добегался. Ооо, вторая МКХ. Не, ну это уже судьба по-любому. Так. Дфигаси. Так у нас еще и на вышке по итогу типы остались. Так. Меня запарило тут бегать. И ни одна голова не вылетела. Но все равно стоимость 317 тысяч. Мы абсолютно целые, поэтому. Ну, погнали на седьмой карту. Все, нам осталось только голову. Ой, точнее только броник. Две пушки уже есть. Так что у нас если что и МК в запасе. Так что все. Талантики качаем. А то на пулемет же было. И погнали на седьмую карту. Вон, уже тип на горку залез. И с разворота сейчас по нам зажимает. Серьезно, не зажимает? Мне показалось, или он реально голый? Где ты? Давай, вылези еще раз. Он реально голый там. Огонь. Тогда просто ждем. Там вон уже по полю типочек бежит. Так что, скорее всего, его сейчас не будет. Ну, или просто вон в тупую можно вот так сделать. Он, типа, наверное, думал, что я не вижу его, что он перебегает. Под цветом он. О, еще один, еще один. И еще один. Готов. Но обувь фиолетовая. Слабовато тогда. Хотелось бы с двух типов видеть хотя бы один предмет. Хотя бы. Чисто босса забрал и свалил. Собака, собака. А где босс-то? Чего? Ты даже босса не лутал. Что? Офигеть. Максимально халявная пятая бронь. И чисто из-за интереса. А давайте-ка лутанем эту оружейку. И посмотрим, что в этот раз нам отсюда выпадет. Прикиньте, пушка круче выпадет. Ну, кстати, получше выпало. МП-5 хотя бы стреляет в авторежиме. С ней хотя бы реально как-то отыграть можно было. Так что. Плюс-минус одинаково. Но по личным ощущениям сейчас получше выпало. Опачки. В смысле их твое? Чего? А второй где? Нормальненькая. Вовремя так пришел. Отъедь, пожалуйста. Размен. Офигасит. Чисто по таймингу. Друг в другой хаешкой зарядили. Так, наш-то красный, нет? Блин, дорогу если мог бы проложить. И пройти. Было бы прям вообще замечательно. Он красный. А тип справа. Точнее, слева. А нифига, мужик. Успел я. Не-не, пускай. О, молик пошел. А я успею. Второй молик пошел. Э, а вот это уже не честно. Откуда у тебя столько моликов? Ту-дун-тун-тун-тун. Хотя все равно, с той шестерки ничего и не выпало нам. Че? Серьезно? Мы в минусе на одну сайгу? Это просто жесть. Я в шоке. Ну, окей. Так, чисто открываем два ящичка на удачу. И погнали в финальный заходик. Ну, реально, осталось только бронежилет. Это как? И че? Мне типа грозу брать? Нормально так выпало. Короче, все. Погнали, собираемся и поехали. Походу, второй не сюда пошел. Иначе был бы замес. Хотя, как вариант, он сейчас может сидеть и нас ждать. Ну, типа, они же любят в этом входе посидеть. Сидят до последнего, ждут кого-то. А, нет, сразу пошел в ротку. Опачки. Говорю же, два типа должно быть. Так, давай, красненький сразу. Розовый. О, МГ-Кобра. Неплохо. Как вторая пушечка, я думаю, сойдет. Хотя, хотелось бы бронежилетик. А я не один того типа вижу. Я даже дохилиться не успел. У нас все, вот, типа, бегут. И тоже стали. Ой-ой. В смысле? Только я могу так все заруинить. О, суммарик подъехал. Так, и получается, типочек, который откуда-то по нему работал. А, все, вижу, откуда. Че? Ты че там выглядываешь? А можно уже на месте постоять? Что он делает? Все. Минус еще один. Остался только броник. Но я не знаю, куда этот типочек смотрел. Возможно, на корабле типа есть. Но он фиолетовый. Ну, ладно. Это еще кто такой? Я думал, там все. Типы закончились. А можно отъехать? Пожалуйста. А, это китаец. Тогда все, все нормально. Просто вспомните вчерашний стрим, где китаец сбежал, ни с того ни сего лежал. Лечь в кузов. И валяться в Африке. Так что, если убиваете странных чуваков с китайским ником, это нормально. У них чисто свой образ игры и своя стилистика игры. Так, может, этот китаец еще и броню подарит? Где он? А, нет, ваша фиолка. Блин, как-то вроде насыпало поначалу, а сейчас все. Вообще ничего не падает. Как-то прям уже напрягать начинает. Чего? А это кто? Я думал, показалось. Нормально. Ну, наконец-то. Хотя бы ты красный. Так, че у тебя? А дальше уже, по-моему, чисто включился закон подлости. Когда тебе начинает падать, абсолютно все. Но, увы, не то, что тебе нужно. Наверное, все же лучше будет, если мы засевимся. Как раз. А то, мало ли, сейчас с каким-то чудом опять отъедем и все потеряем. А так заново залетим, спокойненько каточку отыграем. И все. Ну, в этот раз нам точно осталось только бронь. Надеюсь, за этот бой мы бронь раздобудем. По-моему, тип на доме сидит где-то. Типа я не видел, чтобы он пробегал. Вот а забрал, и все. И тишина. А, нифига. Тут даже так крысит. У нас броньку сперли. Да. Вот примерно про это я и говорил. Но денег мы там нормально вынесли, поэтому я думаю, позволить себе пятый бронежилет мы можем. Причем мы пару раз выносили, так что. Хотя пофигу. Какой пятый бронежилет? Все. Окей, сняли, сняли. Вообще пофигу. Помчали. Мы и без брони. Машина. Так. Арсенал и босик. О! А погнали в сторону босса. Чисто не за боссом, а за типами, которые скорее всего на горе стреляться будут. А то чувствую я ролик уже скорее всего очень длинный получился. И растягивать еще больше его неохота. Чего? А он куда стрелял? Чего он делает? Я только что хотел сказать окей. На боссе типов слышу, где там типы. Он еще и красный. Это Сталик. Все. Последний предмет из комплекта шестой брони. Так что забираем чисто ради галочки босса и погнали на выход. Ой, у него тихари. Возможно даже золотом будет. Хотя это не особо интересно. Давай, откисай быстрее. Покажи золото или розовый. Тысячечка. И все-таки он просто розовый. А тихарь вообще целый. Так, где выходы? Погнали на выходы. Если по пути к выходам с кем-то закусимся, окей, постреляемся. Но целенаправленно в замесы лезть не будем. Ну что, ребят, до точки сохранения остаются уже буквально прям считанные метры. И это означает лишь одно. Что мы свою цель выполнили. От топовой оружейки до фулл шесть поднялись. И на этом моменте ролик и будет потихонечку заканчиваться. И поэтому всем тем, кто досмотрел до самого конца просто огромное спасибо. Ну и конечно же не забывайте про лайк под видео и коммент под роликом. Ну и подписчику на канал. Чтоб каждый день не пропускать новую серию. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся. Как обычно завтра. Скорее всего это будет трансляция. Всех обнял. Пока.